И третья часть, братья, это единобожие в именах и атрибутах Аллаха. То есть, Аллах, субханаху ата'аля, единственный обладатель прекрасных имен и атрибутов, которыми не обладает никто, кроме Него. И касаемо имен и атрибутов, братья, то запомните следующее правило. Относительно имен и атрибутов Аллаха, которые вы также должны знать наизусть, на зубок. И говоря про имена и атрибуты Аллаха, что Ахля Суннава Джамаа говорит? То, что говорит про них в Куран и Сунна. Запомните, то, что говорит Куран и Сунна. Коран и Сунна нашего православства, мы говорим про Аллаха, субханаху ата'аля, его имена и атрибуты. Отрицаем, второе, отрицаем то, что отрицает Куран и Сунна. Любой изъян от Аллаха, который отрицает Куран и Сунна. И третье, братья, запомните это, как я вам сказал, на зубок. Третье, мы умалчиваем там, где умалчивают Куран и Сунна. Далее идут пункты. Не отрицая эти имена и атрибуты Аллаха. Второе, не искажая их, записывайте это. Не искажая эти имена и атрибуты. Не задаваясь вопросом, как, какие. И четвертое, не уподобляя их. То есть, не уподобляя Аллаха, его творения. Заново скажу, что Ахля Сунна валь-джама'а говорит про имена и атрибуты Аллаха. То, что говорит про них Куран и Сунна. Отрицает то, что отрицает Куран и Сунна. Если Куран говорит, приходит к Сунне, что Аллах, субханаху ата'аля, есть голень, или Он возвысился на трона, то мы также говорим, что Аллах, субханаху ата'аля, возвысился на трона. Не отрицая это. Не отрицая это. Понимаете? И третье, умалчиваем там, где умалчивают Куран и Сунна. И четыре пункта туда входят. Не отрицая эти имена и атрибуты, не искажая их, не задаваясь вопросом, как, и не уподобляя их. То есть, приходит сифа Аллаха, то, что Он возвысился на трона. Мы говорим, как говорит Куран и Сунна. Второе, мы не отрицаем его. Третье, мы не искажаем его, не говорим, что Аллах, субханаху ата'алю, не возвысился на трон, а захватил этот трон. Потому что никто из ученых Аль-Ас-Сунна подобное не сказал, кроме нововведенцев. И четвертое, мы не говорим, как Аллах, субханаху ата'алю, как Аллах, субханаху ата'алю, возвысился. Потому что как? Аллах, субханаху ата'алю, нам об этом не рассказал. И Пророк, саллиллаху алейкум ассалям, об этом не сказал. И задавание вопроса, как, является нововведением. Более того, Аллах, субханаху ата'алю, в своей книге говорит, нет ничего и никого подобного, даже подобию Аллаха. И он слышит, что и знающий. То есть, нет ничего подобного Аллаху. И когда ты слышишь, брат мой, что Аллах описывает себя тем, что Он возвысился над троном, зная, что нет ничего и никого подобного этого возвышения. И когда ты слышишь, брат мой, что Аллах, субханаху ата'алю, сказал, что описал себя тем, что у Него есть рука, то знай, брат мой, что нет ничего и никого подобного руке Аллаху, субханаху ата'алю. Поэтому, братья, запомните для себя эти правила.